Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Антон Шиховцов, политолог, исследователь российского влияния в Европе, глава Центра демократических принципов в Вене. Добрый день, Антон. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашение. Антон приехал сюда представить свою последнюю книгу под названием «Russian Political Warfare». «Российская политическая война». Вы точно скажете, как это переводите. Эссе о кремлевской пропаганде в Европе и окрестностях 2020-2023 год. И, собственно, это тема, о которой я давно очень хотел поговорить. Тема так называемой мягкой силы России. Это некая привлекательность страны или то психологическое влияние, которое она оказывает. И вот это, собственно, мой первый вопрос. А есть ли и в чем заключается у России мягкая сила сегодня? Прежде всего, я хочу сказать, что мягкая сила, она не тождественна о политической войне. Мягкая сила – это часть, скажем, влияния, которое оказывает то или иное государство в мирное время. Это часть мира. Это как бы дипломатия, традиционная дипломатия, а также и мягкая сила. Не военное влияние страны. И даже не political warfare. Политическая война, книга называется «Российская политическая война». Политическая война – это серая зона между миром и войной. Иногда она в русском языке использует такое понятие, как гибридная война. Мне не очень нравится это понятие, но в той области, в которой я работаю, о влиянии. Политическая война имеет, наверное, большее распространение. Так вот, но действительно, у России есть мягкая сила. По-прежнему она используется. Наверное, не столько в отношениях с Западом, сколько в отношениях с так называемым глобальным югом. Скажем, по Западу это всегда был, наверное, тот же самый российский спорт, который сейчас стал токсичным. Как мы все знаем, и на Олимпиаду уже российскую сборную не послать, только как нейтральных спортсменов. Но по-прежнему остается, наверное, какая-то культура, то есть высокая русская культура, которая зачастую инструментализируется российским режимом для продвижения своих международных интересов. Но, пожалуй, наверное, и все. Есть какие-то научные программы. Наука тоже. Я думаю, что как я смотрел, ты тоже немножко темой занимался, в 21 веке это все проехало. Космос. Космос остается. Есть еще совместные программы, даже с американцами, которые в этой геополитической войне, наверное, почти не принимают участие. Некоторые области остаются, где Россия по-прежнему... Удивительно, что на МКС по-прежнему отправляют американцев, но там, видимо, никак не заместить. Мне кажется, когда уже МКС, наконец, утопит в Тихом океане, то... Да, может быть, какие-то произойдут изменения. Но российская мягкая сила осталась практически нетронутой в отношении глобального юга. И там почти ничего не изменилось. Это и спорт, это и наука, это и образование, это культурные обмены. И все-все, что можно в это понятие мягкой силы вложить. Там практически нет никаких потерь. И если говорить с представителями глобального юга... Понятно, что это очень разные страны. Но и в Африке, и в Азии отношение во многих странах к России достаточно положительное. Благодаря части не только, скажем, враждебному влиянию или какому-то такому политическому войне, а именно традиционной дипломатии. Многие же учились в университете Патрису Лумумбы. Большая часть элиты училась. И вот это наследие огромного советского проекта, который держал на своих плечах полмира, ну, конечно, везде в мире осталось. Ну, и есть некоторые тут, конечно, действия, скажем, западного мира, которые немножко подрывают даже свою собственную мягкую силу, которую Запад имеет, даже гораздо больше, чем Россия. Например, какие-то исторические моменты, исторические конфликты. Когда, например, вот Индия сейчас занимает такую нейтральную, наверное, позицию. Когда спрашиваешь многих индусов, даже экспертов, ну, как же так, вы же должны быть на стороне демократии, на стороне западного мира. Они говорят, а вы помните, как Советский Союз помог нам справиться с американцами, когда американцы поддерживали Пакистан? И тут как бы разводишь руками, а ведь действительно. И вот это такое очень дружелюбное отношение к Советскому Союзу. Индусы вспоминают, как Советский Союз поддерживал их против западного мира, который поддерживал Пакистан. И вот это влияет на то, что происходит сейчас. Да, мне кажется, потому что в мире есть гигантский совершенно ресурс, который очень умело использует Россия. Если что-то объединяет современный мир, то это антиамериканизм. И Россия, мне кажется, очень успешно играет, говорит, потому что мы против американцев. Мы воюем с американскими прокси в Украине. И все. И таким образом, из 7 миллиардов человек, которые составляют незападный мир, очень многие считывают этот месседж. Да, абсолютно. И это один из самых главных стратегических нарративов, которые использует Россия в разговоре с глобальным югом. В том, что касается Запада, мне кажется, еще осталась очень важная власть, психологическая власть. Россия занимает огромное место на ментальной карте Запада. Что бы в ней ни происходило, какие бы преступные войны она ни вела, каким бы санкциям она ни подвергалась, никто не подвергнет санкциям психологию. И вот мне кажется, что Россия – это некое темное пространство. И мне кажется, что геополитически, геопсихологически это очень многое объясняет. То есть есть вот этот вот всегда страх, что Россия – это зона угрозы, зона хаоса, зона риска. Лучше ее не трогать. Ну, действительно, такое есть. И все-таки Россия – это, наверное, самое крупное государство. Если не по населению, то хотя бы по территории на планете. И невозможно ее не принимать во внимание. Плюс есть история. И, конечно же, история Европы, она не существует без истории России. И поэтому то, что Россия остается на этой ментальной карте, это природно, это понятно, это логично. Другое дело, что зачастую есть такая путаница между Советским Союзом и Россией. И многие воспринимают сегодняшнюю Россию как именно Советский Союз. И даже несмотря на то, что Россия сейчас является гиперкапиталистическим государством, где жуткий капитализм, не такой нормальный западный, а жуткий именно капитализм, даже многие левые силы воспринимают по-прежнему Россию как некоторую такую контрабалансирующую силу в отношении США, которая именно США называется таким капитализмом, капиталистической машиной, в то время как вот этот жуткий капитализм в России просто ей прощается. Только потому, что она противостоит якобы США. Здесь несколько определений у вас в книге. Я нашел очень интересных. Что не только есть мягкая сила, но есть и острая сила, sharp power, и есть темная сила, dark power. Марк Голливотти тоже. А я хорошо знаю этого исследователя. Вот что это действительно? Действительно Россия сознательно использует вот эти инструменты и для того, чтобы вести некую субверсивную подрывную деятельность на Западе? Что такое мягкая сила? Это сила, которая на основе привлекательности. Это когда одна страна, одна нация пытается влиять на другую, что абсолютно нормально. Все нации влияют друг на друга. Это нормально. Говорит, у нас есть общие интересы, у нас есть общие ценности. Мы можем предложить, мы можем внести в наши общие ценности что-то новое, что-то хорошее, позитивное. И это привлекает. Что такое темная сила? Темная сила – это когда Россия, скажем, любое другое государство, говорит, опять же, пытаясь повлиять на другую нацию, говорит, что наши ценности несовместимы. Вы либо имеете дело с нами, какими мы есть, либо мы угрожаем вам, и мы представляем угрозу. Это темная сила. Это не на основе привлекательности, а это как задиры в школе. Вот я такой, как есть. Вот принимайте меня, какой я есть. Это некая бандитская стратегия. Это геополитическая бандитская стратегия. Устрашение, буллинг такой. Да, это оно и есть. Есть еще такая меметическая сила, когда пытаются навязать такую идею, что, ну вот смотрите, вы же, скажем, там, бомбили Югославию, бомбили Сербию. Вы же отделили Косово от Сербии. Ну, мы тоже этим занимаемся. Мы похожи на вас. Есть мир такой. Ну, то, что в соцсетях называется «вот-эбаутизм». Это «вот-эбаутизм», да. Это вот такие разные стратегии. Меметическая сила, наверное, она менее агрессивная. Самая агрессивная, наверное, вот именно «дарк пау», темная сила, которая очень похожа на то, что она описывала как «хард», да, жесткая сила, которая включает в себя и экономическое принуждение, и военное принуждение. Ну, это такие, это все разные стратегии, и они используются для решения разных задач с разными нациями, да. Потому что для некоторых наций, даже если, которые являются частью Запада, которые являются частью ЕС, НАТО, не нужно применять какую-то жесткую силу, да. Венгрия. Там не нужно так страшно работать, да, применять такие, ну, устрашающие инструменты, которые, с другой стороны, применительны к другим, например, к Балтийским странам. Или сейчас к Франции, да, после заявления Макрона о возможном участии французских подразделений для защиты Украины, да. Вот это все меняется, да, это стратегии, тактики, они меняются в зависимости от складывающихся ситуаций. Что можно назвать целью России во всем этом? Дестабилизация? Подрыв демократических институтов? Я думаю, основной целью, вот такой краневой целью, является защита путинского режима от тех угроз, или тех предполагаемых угроз, которые, возможно, как считают и Кремль, и кремлевские эксперты, способны подорвать этот самый режим. И из этого, вот из этой главной цели, то есть сохранение режима, защита режима, защита информационной системы Российской Федерации, исходит то, что если мы не можем, как бы для того, чтобы вот эту цель реализовать, необходимо подорвать противника. Необходимо сделать противника слабее, чтобы он нам меньше угрожал. Вот это такая двойная цель. Мы защищаемся. Вы знаете, все воины, они, в принципе, для того, чтобы защититься. Как, знаете, сейчас уже воины не объявляют, это всегда какие-то операции по защите происходят. Да, вот у нас есть информационная система, мы ее защищаем, и одна из стратегий ее защиты, это ослабление противника. И из этого уже все исходит. Поддержка изоляционистских сил, и кибератаки, и санкционное давление. Умешательство выборы. Да-да-да. Весь спектр, который только можно себе представить, для ослабления своего противника, который угрожает нам. Вот психология такая. Вспоминается статья Суркова, опубликованная незадолго до начала широкомасштабной войны. Как-то она называется «Хаос». Что Россия выступает как генератор хаоса. Он писал на каком-то таком странном сайте, типа «Актуальные комментарии», что ли. Это Россия как некое пространство, которое само по себе энтропично, и ее дело – это экспорт энтропии, экспорт хаоса. И он видит роль России в современном мире именно так. Мне кажется, очень интересная точка зрения. Именно так все Россия и ведет. У Суркова, кстати, по работам Суркова, можно даже отследить, как он двигался от этой такой меметической силы, когда говорил, что мы же такие же, как и вы. Вы какие-то гадости делаете в мире, мы тоже делаем эти гадости. И как-то все это должно быть нормально. И потом он как раз в пути эскалации конфликта между Россией и Западом, он перешел как раз к этой темной силе. У него была такая замечательная метафора, когда он говорил, ну, смотрите, вот вы на Западе, у вас вот эти тоталитарные конструкции ваши жуткие, вы их скрываете за фасадом либеральной демократии и человеческих ценностей, и всего такого прекрасного. А у нас, говорит он, вот виден каркас этого ужаса, и мы больше ничего не скрываем. Нам не нужно больше ничего скрывать. Вот смотрите на этот каркас без фасада и ужасайтесь. Как это вспоминается, скелет Левиафана в фильме Звягинцева лежит вот это вот чудище морское. Вот Россия вся, мясо отпало, остался голый скелет угроз. Антон Шаховцов у нас в гостях. Археология специальное интервью. Мы вернемся буквально через мгновение. Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность, где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и Наталья Джампаладова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Антон Шаховцов, политолог и следователь российского влияния в Европе. И о чем его последняя книга «Russian Political Warfare», которую он принес нам в студию и пришел сам. Антон, давайте разберемся действительно, какие инструменты этого влияния, и какие у России есть союзники. То есть, видимо, можно говорить о каких-то правительствах, о каких-то движениях. Очень много говорится о связях Кремля с Марин Люпен, с Национальным фронтом, с альтернативной для Германии. Расскажите, это что, единая целостная стратегия забрасывания вот этих щупалец в разные сегменты европейской жизни? Ситуация с этим всегда очень динамична. Союзники появляются, союзники становятся нейтральными, исчезают, появляются новые. Любая политическая война, она всегда включает в себя построение сотрудничества с теми или иными политическими силами внутри государства, на которые мы хотим повлиять. Демократические, скажем, страны Запада обычно поддерживают демократическую оппозицию в авторитарных режимах, в то время как авторитарные режимы зачастую поддерживают нелиберальные движения в тех странах, например, Запада, в которых хотят повлиять. Так же и Россия. Но Россия с момента прихода Путина к власти всегда стремилась иметь дело с центристскими силами. Потому что центристские силы это те силы, которые обычно находятся у власти. Крайне правую власть это редкий случай. Несмотря на то, что у нас есть такие примеры, все равно это реже происходит. И Россия всегда стремилась скорее коррумпировать центристов для того, чтобы иметь непосредственное отношение или непосредственное влияние на принятие решений. Это план А, скажем так. Коррумпировать центристские силы. Когда это не получается, она, путинский режим, готов сотрудничать с теми силами, которые сами по себе являются подрывными для тех или иных государств, для тех или иных центристских политических сил. Это такой план Б. Если план А не работает, будет работать план Б. Или включается план Б. И как раз это хорошо было заметно на примере Франции. Вы упомянули Марин Лепен, которая сейчас немножко так дистанцировалась от путинского режима. Но, тем не менее, сотрудничество с Марин Лепен, с ее национальным фронтом, который сейчас называется национальное объединение, началось после того, как не получилось нормально сотрудничать с Франсуа Оландом. Когда Франсуа Оланд занял радикальную позицию в отношении поддержки Путина режима осада в Сирии, это был 2012 год, именно тогда российское руководство приняло решение, давайте попробуем поработать. Если с Оландом не получается, то есть с левоцентристом не получается власть, давайте попробуем работать с крайне правыми. К чему, я думаю, что подтолкнуло и российское посольство во Франции. Это не работает одно, давайте попробуем другое. Альтернатива для Германии? Альтернатива для Германии это очень интересный случай, это одна из тех немногих партий, крайне правых, которая, наверное, стала еще более пророссийской после начала полноштабного вторжения России в Украину в феврале 1922 года. Потому что многие, даже крайне правые союзники, Кремля, после этого полноштабного вторжения дистанцировались от России, потому что это было не очень популярно и по-прежнему не очень, естественно, популярно в Европе. И они подумали, что они как популисты, они же должны все-таки слушать и голос народа, хотя бы иногда. И они вот дистанцировались. Альтернатива для Германии, да, по-прежнему остается крупнейшим союзником. Если говорить о такой Западной Европе, это фактически крупнейшая прокремлевская партия на сегодняшний день. Есть какие-то доказанные прямые способы влияния, финансирования, или все-таки они избегают такого рода прямого влияния? Мы очень-очень мало знаем касательно, скажем, финансирования. Вот этих, таких случаев крупного какого-то финансирования, наверное, только займ 9 миллионов евро для Марин Липен. Да, Марин Липен, это все документировано. Она выплатила этот долг уже, кстати, в прошлом году, как раз чтобы показать, все, мы не имеем никакого отношения к России, нам это не надо ничего. Но сейчас проходят расследования в Германии в отношении нескольких, наверное, членов Альтернативы для Германии. В одном случае есть обвинение, или, по крайней мере, подозрение о получении 20 тысяч евро одним из членов этой партии со стороны структур близких к Кремлю. Как мне кажется, если это правда, из легальных соображений, я не буду говорить, что это так оно и есть, что это свершившийся факт, но если это так действительно, то все-таки здесь мы говорим об индивидуальной коррупции, нежели попыток влияния на всю саму партию. Хотя, конечно же, сама партия является сама по себе прокремлевской. Но я не думаю, что Россия была бы способна, потому что это вскрывается, если речь о миллионах, это вскрывается довольно легко. Я не думаю, что Россия здесь влияла на саму партию. Да там и влиять не на что. Если даже бы Россия не поддерживала отдельных членов партии, у нее была бы такая же позиция. Ну да, они сами по себе уже работают на дело Кремля. А вот то же самое касается и правящих партий. Орбан, Фицца. Кремль же работает на готовой подготовленной почве. То есть существует вот такой вот антиевропейский, антизападный рессентимент, и люди готовы играть на поле Кремля. Орбан и Фицца, мне кажется, здесь они, наверное, представляют два разных случая. Что касается Орбана, он получил почти в самом начале своего правления политическую цену на газ, что позволило ему снизить стоимость газа для населения. Это такой экономический популизм произошел, акт экономического популизма, который в значительной степени повлиял на его длительную поддержку в венгерском обществе. Это не то, что ему принесли деньги и заплатили. Нет, это была поддержка для его, как бы, Россия помогла Орбану заложить фундамент его долговременной поддержки. Кстати, в качестве сноски, насколько газ по-прежнему является политическим инструментом? Потому что все-таки я смотрю, что многие страны, несмотря на все эти санкционные пакеты, по-прежнему сидят на российском газе. Да, ну, газ, конечно же, он остается по-прежнему экономическим оружием, экономическим инструментом. Кто это? Австрия? Это в основном все-таки центральная Европа. Австрия, Чехия, Венгрия. Да, и многие страны, не то чтобы они, может быть, не хотят, или не могут, или не хотят даже, может быть, начинать этот процесс, уйти с этой российской газовой иглы, переходить на другие источники. То же самое, как касается Балкан, например. Там тоже ситуация довольно сложная. Фицо немножечко по-другому. Фицо такой, это способный ученик Виктора Орбана. Фицо увидел, какие вещи, какие ходы, какие стратегии, какая политическая технология реально работает в центральноевропейском пространстве. И он перенимал, он перенимал риторику, он перенимал лозунги, он перенимал такие стратегии у Орбана. И они оказались успешными. Орбан предложил, я думаю, что без всякого даже влияния непосредственно России, по крайней мере, прямого влияния, он предложил некоторую модель, которую другие авторитарные лидеры могут перенимать, адаптировать к своим ситуациям, к своим условиям и успешно побеждать на выборах, прям вот реально побеждать. Ну да, я вижу, скажем, как здесь в Чехии это применяется, вот там Акамура такой популис есть, как это Бабиш, Андрей Бабиш, который тоже недалеко от власти со своим движением АНО происходит. Но я думаю, будет неполный разговор, если мы не упомянем о СМИ, агентов влияния в СМИ и вообще кремлевские сети, вот как сейчас идет скандал с Voice of Europe, вот этой вот кремлевской СМИ сетью. И это тоже, да, продолжает влиять, несмотря на то, что там Russia Today и спутник заблокированы. Да, вообще это очень интересная история, даже с Russia Today, вернее, RT и спутник в 22-м году сразу после начала полномасштабного вторжения были заблокированы эти два ресурса, но мне кажется, это все такое, ЕС решил отделаться легким ходом. Эти ресурсы, они доступны вообще-то, без всякого VPN. Во многом зависит от разных сетей, но я это пробовал и в Португалии, и в Германии, и в Эстонии буквально недавно. Работает без всякого VPN. Не нужно. Вот они сказали заблокировали, на самом деле нет. Ну, то есть, оно все это работает. Но это первое. Но дело в том, что когда произошла эта блокировка в 22-м году, многие российские вот эти менеджеры медийного влияния, они поняли одну вещь. Они поняли, что фактически любая аффилиация, любая связь между европейскими или даже западными медиапродуктами или журналистами и государственными медиаресурсами России, это сам по себе очень токсичная связь, которую для ЕС не составляет ничего сложного обрубить. Они это поняли, и они перешли к совершенно другой тактике. Они поняли, что, опять же, французский пример, мои самые любимые примеры, они из Франции. Существовал и существует RT France. Это французский филиал Russia Today, RT. его политика этого канала, она была менее даже радикальной, чем политика ТВ-канала CNews, который это французский ТВ-канал, право-популистский, который гораздо жестче, чем RT France. Но RT France Европейскому Союзу было очень легко его заблокировать, якобы заблокировать. В то время, как против CNews ничего нельзя поделать, потому что это французский легальный, легитимный медиаресурс. И они поняли, что нужно скорее работать тайно с уже существующими или зарегистрированными на территории ЕС медиаорганизациями, давать им контент, давать им статьи, давать им деньги для производства медиапродуктов, и они будут спокойно работать. Voice of Europe смогли заблокировать только потому, что смогли доказать связь их и россиян. Если бы этой связи не доказали, если бы не было этой ссылки на реальное российское влияние, этот канал бы продолжал существовать с тем же самым контентом, но его невозможно было бы заблокировать. И последнее, что успеем обсудить, буквально у нас минутка осталась, диаспоры. В какой степени это сознательно работает Россия с диаспорами, и в какой степени они вообще являются ресурсом Кремля? Потому что мы все-таки смотрим по цифрам на выборах Путина, по всем этим акциям 9 мая у памятников и так далее. Конечно же, путинский режим стремится работать с диаспорами, хотя уже, наверное, не так много этих связей, не так много инструментов. И, опять же, полноштабное вторжение, оно слишком сильно повлияло даже на отношения в диаспоре. Но, как мне представляется, у меня нету фактов, у меня нету доказательств, но, как мне кажется, вот эти все акции 9 мая и некоторые другие, это, которые организовывает посольство. Я больше, чем уверен, что производится даже оплата некоторым участникам. Но это немножко даже иногда видно по отношению, скажем, к тем табличкам или к тем флагам, которые потом как всегда выкидываются. Конечно, Как на бессмертных полках в России. Я не думаю, что если бы это люди реально были заинтересованы и реально пришли бы с фотографиями своих родных, они бы так от них избавлялись. Это, скорее всего, указание на то, что это организованная акция, которая имеет политтехнологическую природу. Но, тем не менее, все равно есть вот эта работа, она производится, она производится и в телеграм-каналах, которые являются сейчас, как телеграм, как такая площадка, почти бесцензурная, очень популярная. И, конечно же, даже через некоторые партийные инструменты. Вот, альтернатива для Германии, которую мы уже немножко обсуждали, у них есть целый подраздел, который работает с российской диаспорой. У них есть специальное направление. И на выборах, по-моему, если не ошибаюсь, в 2017 году в Бундестаг альтернатива для Германии напечатала свою программу для этих выборов на трех языках. На немецком, английском и русском. То есть, у них есть целевая работа с русскоязычной диаспорой. Ну да, учитывая, что это действительно сотни тысяч людей, причем политически ангажированных, сохранивших связи, это все работает. Ну что ж, Антон, спасибо большое. У нас в гостях был Антон Шиховцов со своей книгой Russian Political Warfare. Ну, от себя закончу сакраментальным вопросом. В чем сила, брат? Ну вот, и как выясняется, сила не только в танках и дивизиях, та сила она и в психологическом влиянии. И Россия действительно слишком глубоко прописана в коллективной памяти Европы, в европейском сознании, европейской экономике, в поставках газа, в диаспорах, в русских диаспорах, во всех европейских и, собственно, глобальных странах. И в эпоху гибридной войны все это становится элементом токсичного политического влияния. Это программа Археология. Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода. Телеканал Настоящее Время.